Глава третья. Разные миры. На самом деле она дает нам ключ к исцелению какой-то глубоко затаенной травмы, которая мешает нашему счастью и росту. Поэтому неприятные люди, доставляющие нам наибольшее число проблем, могут оказаться нашими наилучшими учителями. Если в этом я прав, следовательно, то, что мы видим на поверхности, редко соответствует истинному положению вещей. За видимыми обстоятельствами любой ситуации существует совсем другая реальность, совершенно иной мир, мир, в дела которого мы не посвящены, разве что можем бросить случайный мимолетный взгляд. История моей сестры прекрасно иллюстрирует этот факт. На поверхности мы видим драму, разворачивающуюся между Джилл, Джеффом и его дочерью Лорен. Все это выглядит довольно неприглядно. Кажется, что Джефф ведет себя жестоко и бесчувственно. В данном случае мы непроизвольно воспринимаем Джилл как жертву, а Джеффа как мучителя. Однако мы сумели найти достаточно ключей, которые позволили допустить, что, возможно, за всем этим кроется любовь, и вся ситуация специально задумана на духовном уровне. Когда мы разбирались во всех обстоятельствах этой истории, нам стало ясно, что душа Джилл танцует некий танец вместе с душами Джеффа и Лорен, и вся ситуация разыгрывается исключительно для исцеления моей сестры. Более того, оказалось, что Джефф отнюдь не злодей, а герой, и с духовной точки зрения он не сделал ничего плохого. Он просто играл свою роль в этой драме, как велела ему душа, и тем самым помогал душе Джилл исцелиться. Посмотрев на происходящее в таком ракурсе, мы смогли воспринять идею о том, что ничего плохого на самом деле не случилось, и прощать, собственно, нечего. Именно это представление лежит в основе радикального прощения. Именно поэтому такое прощение является радикальным. Если бы мы не рассмотрели возможность того, что некоторые процессы происходят в ином мире, то предложили бы Джилл проявить в данной ситуации традиционное прощение. Это означает, что, опираясь на показания наших пяти чувств и способность к рассуждению, мы пришли бы к выводу, что Джефф обращался с Джилл из рук вон плохо и жестоко обидел ее. Если она хочет простить мужа, ей придется признать, что он вел себя отвратительно и постараться отпустить свою обиду. Что было, то прошло. Обратите внимание, традиционное прощение принимает за данность, что произошло что-то плохое. С другой стороны, радикальное прощение исходит из посылки, что ничего плохого не происходит, а, следовательно, и прощать-то, собственно, нечего. Можно изложить эти мысли в следующей форме. В традиционном прощении присутствует желание простить, но присутствует и остаточная потребность винить обидчика. Таким образом, человек сохраняет у себя сознание жертвы и на самом деле ничего не изменяется. В радикальном прощении присутствует желание простить, но нет потребности винить. Таким образом, человек отказывается от сознания жертвы и многое изменяет в своей жизни. Сознание жертвы определяется как убеждение, будто бы кто-то другой поступил по отношению к тебе плохо и поэтому несет непосредственную ответственность за то, что в твоей жизни не хватает покоя и счастья. Разные миры, разные ракурсы Не следует считать, будто традиционное прощение хуже радикального прощения. Это просто разные вещи. При использовании в рамках определенных систем убеждений, убеждений, которые прочно укоренены в физическом мире и в повседневной человеческой реальности, традиционное прощение является единственной возможной формой прощения и очень ценно само по себе. Оно обращается к самым высоким человеческим качествам – состраданию, милосердию, терпимости, смирению и доброте. Джоанн Борисенко называет прощение «упражнением в сострадании». Радикальное прощение отличается от традиционного тем, что оно укоренено в мире духа, который мы также называем миром божественной истины. Таким образом, мы очень четко проводим границу между радикальным и традиционным прощением, поскольку теперь нам ясно, что они представляют собой как бы взгляды на мир через разные окуляры бинокля. От того, через какой окуляр мы смотрим на ситуацию, зависит, станем ли мы использовать традиционное прощение или радикальное. Эти окуляры дают нам совершенно разные точки зрения на предмет. На сайте вы можете ознакомиться с рисунком «Два мира, два ракурса». Но мы не должны думать, будто ситуация либо такова, либо такова. Она и такова, и такова одновременно. Дело в том, что мы стоим одной ногой в человеческом мире, а другой в мире божественной истины, ведь мы духовные существа, переживающие человеческий опыт, и поэтому можем смотреть на ситуацию через любой из окуляров или через оба одновременно. Мы полностью укоренены в человеческом мире, но при этом посредством своей души сохраняем связь с миром божественной истины. Поскольку различия между этими мирами имеют очень большое значение, нам потребуются некоторые дополнительные объяснения. Человеческий мир и мир божественной истины представляют собой два противоположных конца диапазона наших колебаний. Когда мы колеблемся на малой частоте, наши тела остаются исключительно плотными и существуют только в человеческом мире. Когда же мы колеблемся на высокой частоте, наши тела становятся тоньше, и мы одновременно существуем в мире божественной истины. В зависимости от того, какова частота наших колебаний в данный момент, мы смещаемся по шкале в сторону то одного, то другого мира. На сайте вы можете ознакомиться с рисунком «Экзистенциальная цепь бытия». Человеческий мир — это мир объективной реальности, которую мы воспринимаем как внешний по отношению к нам. Как мир форм, он является собой то место, где проходит наша повседневная человеческая жизнь, а также реальность, воспринимаемая нашими пятью чувствами. Здесь содержатся энергетические структуры смерти, перемен, страха, ограничений и двойственности. Этот мир представляет собой среду, где мы как духовные существа можем пережить человеческий опыт. Этот опыт означает бытие в человеческом теле и работу с определенными энергетическими структурами, и, возможно, выход за пределы этих структур, ассоциирующимися с человеческим миром. Может быть, мы пришли в этот мир исключительно ради того, чтобы работать с данными энергиями. Мир божественной истины лишен физических форм и содержит в себе энергетические структуры вечной жизни, неизменности, бесконечного изобилия, любви и единства с Богом. Мы не можем воспринимать этот мир своими органами чувств и едва ли способны постичь его разумом, однако чувствуем его достаточно отчетливо, чтобы знать, что он реален. Такие виды деятельности, как молитва, медитация и радикальное прощение, позволяют нам увеличить частоту своих вибраций и таким образом получить доступ в мир божественной истины. Эти экзистенциальные сферы разделены не временем или пространством, но только уровнем вибраций. Исследования в области квантовой физики подтверждают, что вся реальность состоит из энергетических структур и сознание оказывает определенное влияние на эти структуры. Таким образом, мир форм существует как концентрация энергии, вибрирующей на частотах, которые доступны восприятию нашими физическими чувствами. С другой стороны, мир божественной истины дан нам в качестве внутреннего знания и экстрасенсорных ощущений. Поскольку эти два мира существуют в одном континиуме, нельзя сказать, что мы живем некоторое время в одном из них, а некоторое в другом. Мы живем в обоих одновременно. Но то, какой мир мы ощущаем в данный момент, зависит от того, насколько мы осознаем каждый из этих миров. Очевидно, пока мы существуем в человеческих телах, наше сознание лучше резонирует с человеческим миром. Наши органы чувств естественным образом втягивают нас в этот мир и убеждают нас в том, что он реален. Хотя некоторые из нас в меньшей степени привязаны к миру объективной реальности, чем другие, однако в большинстве своем люди все-таки прочно укоренены именно в этой сфере континиума. Да так оно и должно быть. Наше осознание мира божественной истины очень ограничено и похоже, что это часть замысла. Душа приходит в физический мир, чтобы пережить человеческое существование, поэтому наши воспоминания и осознание мира божественной истины должны быть ограничены, иначе этот опыт не был бы полным. Мы бы не смогли полноценно пережить характеризующие физический мир энергии перемен, страха, смерти, ограничений и двойственности, если бы знали, что все они иллюзорны. Если бы мы воплощались здесь с памятью о божественном мире, то у нас не было бы возможности трансцендировать все эти земные состояния и открыть тот факт, что они представляют собой не более чем иллюзию. Но принимая человеческое тело, каждый из нас забывает, кто он есть на самом деле, и таким образом дает себе шанс вспомнить, что он духовное существо, переживающее человеческий опыт. Во время одного собрания в Атланте в 1990 году Джеральд Ямпольский, известный писатель и авторитет по курсу чудес, рассказывал реальную историю, происшедшую в одной семье, когда родители привезли из роддома своего второго ребенка. Эта история служит прекрасной иллюстрацией того факта, что мы обладаем подлинным знанием о нашей связи с Богом и о собственной душе. Но после того, как обретем человеческое тело, довольно скоро забываем все это. Итак, супруги, о которых рассказывал Ямпольский, решили, что их трехлетняя дочь обязательно должна принять участие в празднике по поводу прибытия в дом новорожденного. Однако их несколько обеспокоила настойчива просьба дочери позволить ей некоторое время побыть с младенцем наедине. Желая исполнить ее просьбу, но при этом как-то контролировать ситуацию, они включили внутреннюю связь в комнате малыша, чтобы, если не видеть, то хотя бы слышать, что происходит возле колыбели. Услышанное просто ошеломило их. Девочка направилась прямо к кроватке, посмотрела через прутья оградки на новорожденного и сказала, «Малыш, расскажи мне о Боге. Я уже начала забывать». В нормальном своем состоянии душа не знает ограничений. Однако, воплощаясь в человеческом теле, она создает личность или эго, обладающую особыми характеристиками, необходимыми для нашего целительного путешествия и добровольно забывает о своей связи с миром божественной истины. Несмотря на то, что наши воспоминания о собственном единстве с Богом скрыты за непроницаемой завесой, которую, судя по выше приведенной истории, мы до конца задергиваем только к трехлетнему возрасту, люди не лишены возможности связаться с миром божественной истины. Наши души способны создавать вибрации, резонирующие с миром божественной истины, и таким образом вступать с ним в контакт. Развить эту связь можно посредством таких практик, как медитация, молитва, йога, дыхательные упражнения, танец и песнопение. Все это помогает нам достаточно повысить собственные вибрации, чтобы обрести связь с миром божественной истины. Есть основания полагать, что эта связь в последнее время становится все более прочной. Я неизменно задаю участникам своих семинаров один и тот же вопрос. Кто из вас чувствует, что наша духовная эволюция ускоряется, что дух просит нас быстрее усваивать свои уроки, чтобы подготовиться к некоему важному сдвигу. Мнение аудитории оказывается почти единодушным. Все больше людей открыто и непринужденно говорят о том, что всегда ощущали связь со своим ангелом-проводником и с каждым днем доверяют ему все охотнее. Завеса между двумя мирами определенно становится все тоньше. Радикальное прощение способствует этому процессу как на индивидуальном уровне, так и на уровне коллективного сознания. Тем не менее, два вида прощения по-прежнему буквально принадлежат двум различным мирам. Они требуют совершенно разного взгляда на мир и на жизнь. Традиционное прощение является способом жизни в мире, тогда как радикальное прощение представляет собой духовный путь. Если говорить о нашей способности исцелять себя и эволюционировать духовно, то радикальное прощение дает нам необыкновенный потенциал трансформации сознания, и этот потенциал далеко превосходит то, что возможно при помощи традиционного прощения. Однако мы должны понимать, что по-прежнему живем в человеческом мире, и время от времени не дотягиваемся до того, что считаем своим духовным идеалом. Когда всем нашим существом овладевает нестерпимая боль, бывает практически невозможно перейти от нее сразу к радикальному прощению. Если кто-то недавно вам сделал что-то плохое, например, изнасиловал, нельзя ожидать, что вы сразу же сумеете принять мысль о том, что этот опыт был вам необходим и является частью божественного плана. Вам просто не достанет восприимчивости, чтобы рассмотреть такую идею. Это может произойти только позже, при спокойном размышлении о случившемся, а не в пылу гнева, когда травма еще очень свежа в вашей памяти. Тем не менее, мы должны постоянно напоминать себе о том, что все создаваемое нами действительно является духовным идеалом, что мы сами создаем в своей жизни ситуации, которые помогают нам учиться и расти, что каждая ситуация несет в себе необходимые нам уроки, и что единственный способ использовать тот или иной опыт для своего роста – пройти через него. В данном случае нам не приходится выбирать, проходить через данный опыт или нет. Это решает за нас дух, но от нас зависит, как долго мы будем чувствовать себя жертвами в той или иной ситуации. Если мы хотим быстро избавиться от сознания жертвы, к счастью, у нас есть технология, позволяющая это сделать. Но традиционное прощение мало чем может помочь в этом смысле. Резюме. Традиционное прощение – одна из важнейших категорий человеческого общества. Поскольку миру людей присуща энергия двойственности, традиционное прощение судит и разделяет все вокруг на хорошее и плохое, правильное и неправильное. Радикальное прощение значит, что не существует хорошего-плохого, правильного-неправильного. Лишь наше мышление делает явления таковыми. Традиционное прощение всегда исходит из предположения, будто произошло что-то плохое, и кто-то кому-то причинил вред. Это архетип жертвы в действии. Радикальное прощение приходит из убеждения, что ничего плохого не происходит, и ни в одной ситуации никто не является жертвой. Традиционное прощение эффективно в той мере, в какой оно взывает к таким высшим человеческим добродетелям, как сострадание, терпимость, доброта, милосердие и смирение. Эти качества поощряют нас к прощению и обладают определенным целительным потенциалом. Однако сами по себе они не являются прощением. В этом отношении радикальное прощение не отличается от традиционного, ибо для его осуществления тоже требуются все эти добродетели. Традиционное прощение полностью зависит от нашей способности к состраданию, и в этом смысле оно ограничено. Сколько бы сострадания и терпимости мы не проявили к такому человеку, как Гитлер, как бы не прочувствовали боль его детства, ничто не способно дать нам сил простить ему, используя традиционное прощение массовое убийство шести миллионов евреев. Радикальное прощение не имеет никаких ограничений и ничем не обусловлено. Если радикальное прощение не поможет простить Гитлера, оно не поможет простить никого. Подобно безусловной любви, оно объемлет все или ничего. Когда речь идет о традиционном прощении, наше эго и личность всегда ищут внешний объект. Таким образом, проблема всегда находится вне нас, в ком-то другом. В случае радикального прощения смотреть следует в противоположном направлении. Проблема находится внутри, во мне самом. Традиционное прощение верит в реальность физического мира, прозрачность и однозначность происходящего, и всегда пытается разобраться в ситуации, чтобы ее контролировать. Радикальное прощение признает иллюзорность окружающего мира, всегда видит в происшедшем лишь притчу и отвечает на любую ситуацию тем, что признает ее совершенство. Традиционное прощение не принимает во внимание представления о бессмертии души, верит в смерть и боится ее. Радикальное прощение воспринимает смерть как иллюзию и придерживается мнения, что жизнь вечна. Традиционное прощение воспринимает жизнь как проблему, которую нужно решить, или как наказание, которого нужно избежать. Оно воспринимает жизнь как случайный набор обстоятельств, которые складываются без всякой причины. Именно это представление отражено в популярной наклейке, украшающей бамперы многих автомобилей. Дерьмо случается. Радикальное прощение воспринимает жизнь как нечто, имеющее цель и движимое любовью. Традиционное прощение признает врожденное несовершенство человека, но не видит совершенства в этом несовершенстве. Этот парадокс для него непостижим. Радикальное прощение является воплощением этого парадокса. Традиционное прощение может нести в себе высокие вибрации, подобные вибрациям радикального прощения, пробуждающие некоторые из высших человеческих добродетелей — доброту, смирение, сострадание, терпение и терпимость. Дверью, через которую мы начинаем свой путь к повышению вибраций, чтобы обрести связь с миром божественной истины и научиться радикальному прощению, служит человеческое сердце. Традиционное прощение, если оно несет в себе достаточно высокие вибрации, видит глубину духовной идеи о том, что мы все несовершенны, и несовершенство — часть человеческой природы. Человек, который смотрит на своего обидчика с этой точки зрения, может сказать с истинным смирением, терпимостью и состраданием «таков был бы и я, если бы не благодать Божья». Такой человек признает, что он тоже способен на все, что совершил обвиняемый. Тот, кто знаком со своим теневым «я», знает, что каждый из нас обладает потенциалом разрушать, убивать, насиловать, издеваться над детьми, уничтожать миллионы людей. Это знание помогает нам пробудить в себе смирение, а также проявить доброту и милосердие по отношению не только к окружающим, но и к себе, поскольку в них мы узнаем собственное несовершенство, собственную тень. Это осознание подводит нас очень близко к тому, к чему мы стремимся — к радикальному прощению. Радикальное прощение тоже с любовью взирает на врожденное несовершенство человека, однако видит совершенство в этом несовершенстве. Радикальное прощение признает, что прощение не является волевым актом и не может быть даровано. Человек должен лишь стремиться к прощению и передавать ситуацию в распоряжение своей высшей силы. Любое прощение становится результатом неволевого усилия, но открытости по отношению к тому, чтобы пережить прощение. На сайте вы можете ознакомиться с рисунком разницы между традиционным прощением и радикальным прощением. Что не является прощением? Поскольку мы занялись определениями, нужно прояснить, что вообще не является прощением, ни радикальным, ни даже традиционным. Многое, что кажется прощением, на самом деле представляет собой то, что я называю псевдопрощением. Псевдопрощению не хватает подлинности, и обычно оно является собой не более чем красиво упакованное осуждение и скрытую злобу, замаскированное под прощение. Псевдопрощение лишено стремления простить и ни в коей мере не помогает человеку избавиться от сознания жертвы, а только усиливает его. Однако отличить это явление от традиционного прощения бывает весьма нелегко. Примеры псевдопрощения. Примеры, приведенные ниже, расположены в определенном порядке, начиная от случаев очевидно ложного прощения и заканчивая случаями прощения, близкого к традиционному. Прощение из чувства долга совершенно неподлинно, однако многие из нас прощают именно так. Мы полагаем, что прощение правильная и даже духовная вещь. Мы думаем, будто обязаны прощать. Прощение из чувства праведности. Это полная противоположность прощения. Если человек прощает людей, потому что полагает, будто он прав и праведен, а они глупы и грешны, и ему жаль их, это чистой воды высокомерия. Одарение прощением – это самый настоящий самообман. Нам не дана власть даровать кому-то прощение. Одаряя кого-то прощением, мы строим из себя Бога. Прощение не подлежит контролю с нашей стороны. Оно просто происходит, когда мы стремимся к Нему. Притворное прощение. Притворяясь, будто вы не сердитесь по какому-то поводу, когда на самом деле сердитесь, вы не столько прощаете, сколько подавляете свой гнев. Это форма самоотрицания. Таким образом, вы позволяете окружающим обращаться с вами, как с тряпкой. Такое поведение обычно происходит из боязни не простить, из страха быть отвергнутым или из убеждения, будто проявлять гнев, недопустимо. Простить и забыть – это не более, чем отрицание очевидного. Простить не означает просто стереть что-то из своего опыта. Мудрые прощают, но не забывают. Они стараются оценить дар, содержащийся в ситуации, извлечь из нее урок и запомнить его. Оправдание. Прощаем и нередко объясняем или оправдываем поведение обидчика. Например, человек может сказать о своих родителях. Мой отец издевался надо мной, потому что над ним издевались его родители. Он просто не знал других методов воспитания. Простить – значит отпустить прошлое и не позволять ему управлять собой. Объяснение полезно в той степени, в какой помогает человеку отпустить прошлое. Однако объяснение не позволяет нам избавиться от мысли, что произошло что-то плохое. Поэтому в лучшем случае такое прощение просто равноценно традиционному. В нем еще содержится некоторая доля сознания собственной праведности, за которой может прятаться гнев. С другой стороны, понимание, почему человек сделал то, что он сделал, и сострадание к нему помогает нам увидеть собственное несовершенство и проявить сочувствие и милосердие, а это повышает наши вибрации до уровня традиционного прощения, но все же не до уровня радикального прощения. Простить человека, но не оправдывать его поведение. Этот в значительной мере интеллектуальный подход может представлять собой только маскировку под прощение, поскольку в нем остается слишком много осуждения и чувства собственной правоты. Кроме того, тут возникают некоторые практические и семантические проблемы. Как возможно отделить убийцу от убийства? В связи с этим последним видом прощения встает вопрос об ответственности, который мы отдельно рассмотрим в следующей главе. Если вам нравится эта аудиокнига, то поставьте лайк или оставьте комментарий. Это позволит наибольшему количеству людей познакомиться с этим удивительным методом. А если вы хотите перейти от слов к делу, то получите бесплатный базовый набор анкет радикального прощения для трансформации и начните менять свою жизнь к лучшему. Ссылка на анкеты находится под этим видео.